Всем привет! Сегодня будет видео о медпалатках. В общем, на мой взгляд, медпалатки это весьма важный-важный момент в любом, наверное, практически... Нет, практически в любом замке. То есть, особенно, наверное, для каких-то слабеньких игроков, для оборонщиков. Да и в целом это круто, потому что мы играем... Допустим, я играю пехотой, я играю не тупо пехотой. То есть, у меня в распоряжении целый замок, и играю я целым замком. И круто это именно, когда замок, он заточен не тупо под войну, но и под какие-то фермерские аспекты. А медпалатки это прям очень полезная штука. Мои медпалатки на данный момент, получается, 16 миллионов 440 тысяч, можно больше. То есть, вне КВК я думаю, что можно сделать более 20 миллионов, ну или около того. Потому что я видел медпалатки по 18-19 миллионов вне КВК, и я думаю, что можно сделать немножко больше. Ну, начнём. Как ни странно, на лорде, в талантах и на драконах мы ничего не оставим для медпалаток. Вот. Мы это делаем на таких героях, как вербовщик и врач. Начнём с врачей. Стоит у меня вот такая комплектация. То есть, вот этот фиолетовый хрен первый, а вот этот второй японец у меня идёт. Вот. Насчёт врачей. По камням. Камни тут ставятся только в штаны и в кольцо, потому что на врачах работают медпалатки только в процентах. То есть, ну вот зайдём сюда в снаряжение. А тут, как мы можем обратить внимание, есть два стата прибавки к медпалаткам. То есть, в количестве плюс 6 и 60% от плюс 10. Нам вот эта вот херня от плюс 6, она нам ничего не даст. То есть, она тут не работает на врачах. На врачах работают медпалатки только в процентах. То есть, именно где пишется плюс 20, плюс 40, плюс 60%, ну, к примеру. Поэтому и ставим мы тут камни только в штаны и только в кольцо, потому что они идут именно в процентах. Вот, герои вербовщиков. У меня стоит, получается, Джаред и тоже Японка. По героям, насколько я знаю, можно ещё поставить прикопки Руфуса. И как будто бы он будет лучше, но честно, насколько я помню, там скорость обучения падает. А мне скорость обучения на данный момент важнее, чем медпалатки. Но на ввербовщиках, вернёмся всё же к медпалаткам, мы ставим камни в шлем и в сапоги. Плюс тут есть, мы ставим на них снаряжение Авроры. И тут получается в шлеме, в штанах и в сапогах мы ловим доп. атрибут на вместимость медпалатки. Этот доп. атрибут, он рыжий, поэтому может ловиться немного долго. Вот. И, соответственно, от плюс 4 эволюции нам тут уже тоже начинают давать бонус к медпалаткам. Вот. Это что касается снаряжения и камней. Плюс на вербовщиках ещё работают амулеты. Амулеты такого характера, то есть нам абсолютно плевать, что находятся тут, потому что тут нет ничего интересного для медпалаток. Мы просто в нижних вот этих атрибутах перекручиваем всё именно на увеличимость. Увеличимость медпалаток. И вот тут вот в нестабильном магазине выкупаем эти кристаллички, чтобы их улучшить. Всё. По сути, весь секрет. Что больше всего даёт вместимость медпалаток, это именно аврора. Это, как его скажите, амулет и камни. Вот. А получается медпалатки, они есть двух видов. Это, получается, базовые значения медпалаток и процент. Ну, тут всё как со статами, то есть словно, если вы понаставите, там, не знаю, плюс 10 возрождения, там, камни золотые на 37% размера медпалаток. Но при этом у вас нет авроры, у вас нет амулета, то толку от этих статов нет. Поэтому, как бы, качать нужно по-хорошему всё, но в первую очередь я бы рекомендовал именно заниматься авророй и амулетом и камнями. А плюс 10 возрождений делать уже, ну, в какую-то последнюю очередь. Вот, в целом, на этом всё. Всем спасибо за просмотр, там, лайки ставьте и тому подобное.